Добрый день, с вами портал Insurgent, мы на фестивале Epicon и рядом с нами персонаж... Из инди-игры Hollow Knight. Это компьютерная игра или... Да. Вы первый раз в таком костюме этот персонаж косплеите или уже был опыт? Вообще, да, соглашусь, потому что это действительно первый мой косплей, который я сделал и мое первое выступление вообще на фестивале, вот. Как впечатления? Очень классно, супер атмосфера, просто зашкаливает, знаете, столько косплеев, и люди ходят и фоткаются, и как бы атмосфера, сцена, выступление, это очень завораживает. Долго времени потратили на костюм, на свой? Ушло, знаете, около двух, двух с половиной месяцев. На покупку всего реквизита вы сами что-то сшили или как? Да, что-то отдельные части я делал, детали некоторые, и пару друзей заказывали, например, мой шлем. Его делали на заказ? Да. Сам бы не сделал такой на первый косплей. Из чего он сделал? Он сделан, распечатан на 3D-машинке, вот, покрашен, обработан, и всё вот закончено дело. Меч тоже, да, также на заказку? Меч я делал сам, вот. Дерево? Нет, это называется материал Эва. Эва? Да. Это такой плотный материал, и сверху я покрываю специальным слоем обработки и крашу, и выходит вот такой вот. В следующем году будете участвовать? Конечно, но это в другом образе. А на других косплей-фестивалях будете участвовать? Ну, если вы поедете на Старкон, ждите меня там. Будете всё время в этом же, ну, с этим же персонажем, или ещё хотите экспериментировать ещё какие-то персонажи? Экспериментировать это однозначно, да, но более на следующий год. А пока вот на Старкон и, может быть, даже Комик-кон в этом образе буду в этом году. На других косплей-фестивалях вы были, вы можете сравнить по масштабу, по организации, как? Ну, скажу, что первый мой фестиваль был Комик-кон 2018 года, и я там просто был как посетитель. Ну, конечно, он по масштабнее, это как бы, все знают, что это как бы Комик-кон, но вот Эпик-кон, я бы сказал, что, может, масштаб поменьше, но атмосфера та же, как бы, то же самое, мне это нравится. Участвовали ли вы в конкурсах каких-либо, которые здесь проходили? Пока нет, я подавал на вне-конкурс, вот, это просто как посетитель косплеер, вот, и могу иногда выходить на сцену, когда общие дефиле выходят. А на конкурс ещё не решился, может быть, в следующем году, когда посерьёзнее косплей сделаю, и, наверное, да. То есть на дефиле были, участвовали в дефиле? В дефиле, да, вчера выходил, да. Как ощущения, не страшно было, волновались? Да, знаете, я пару раз был на сцене, там, вот, и как бы недавно, ну, я просто музыкант, выступал с группой, но это было давно, так что ощущения сцены, как бы, меня знакомы. Вы уже, да, знаете, а что за группа у вас? Ну, это была такая, как бы, играли каверы музыки, как бы, да, типа того, но, как бы, другие исполнители, они разошлись, к сожалению, вот. И, ну, да, сцена, как бы, была очень необычна, как бы, возвращаться к такому типу, но уже в косплее. А уже в другом формате? Нет, они с инструментом, да. А это у вас, что? Это у меня такая деталь из костюма, она светильник у персонажа, он использует её в игре для освещения и чтобы увидеть, куда идти и ориентироваться по местности. А у вас злой персонаж или добрый? Наверное, злой, да? Не сказал бы ни то и другое, потому что вроде он хороший в игре, но то, что он, как бы, совершает по ходу игры и в конечном итоге, это, я бы сказал, под вопросом. Хаотично добрый, да? Более-менее, да, такой. А есть какие-то планы на следующий косплей? Что вы хотите, например? Знаете, даже есть идеи, но окончательный вариант пока не решён, вот, он будет исходить, как бы, от некоторых тоже моих друзей, вот. И, ну, идея есть, но, как бы, окончательный вариант, я бы не сказал, что он, как бы, уже готов, но, как бы сказать, но однозначно порой идеи есть и, может, одно из них выберу и, вот, выступлю на следующий год, 2020. Ну, а хотя бы намёк, что это может быть за косплей? Ой, ну, есть идеи, может, из вселенной DC, комиксов, либо того же Марвел, а это уже вам гадать. Ну, мы можем гадать о Человека-паука, Бэтмена и так далее, ну, а кого хотя бы ближе? Ну, есть один персонаж, я не уверен, смогу ли я его сделать, но посмотрим. Это тот же Бэтмен, только в версии Флэша из Тёмной Вселенной. Красный Бэтмен. Скорее, Красный Флэш в роли Брюса Уэйна. Называется Красная Смерть. Видели такой комикс. А хотели бы вы какие-то сверхспособности? В реальном мире? Да, конечно. Ну, вообще, конечно, кто бы не хотел суперспособности, не знаю, там, летать тоже самое, или там в другие планеты. Я бы очень хотел полетать на другие планеты, посмотреть на красивый космос. Вот, это... мне очень нравится космос. Вы верите в инопланетян? Нет. Ну, может, они могут существовать, кто знает. Для них мы тоже те же инопланетяне. Спасибо вам за интересное интервью. Спасибо за качественный косплей. Надеемся, в следующем году вы нас еще порадуете. Спасибо.